Не все очень сильные будут, например, но главное, чтобы одинаковые были. Тогда ты силу своего удара понимаешь, и ты понимаешь, какой суждать эффект. Вот чем это как бы важно. И что самое ценное, если вы чувствуете, что вы наносите удар и при этом стратите силу физическую, значит, есть где-то дефект. Значит, вы пытаетесь, это я, прежде всего, говорю вам. Если вы бьете, что плечо закрепощается, рука заболела, там где-то мышцы напряглись, значит, вы работаете неправильно. Потому что при такой работе на макеваре должна болеть только нога, только спина и только живот. Пресс. Рука здесь не работает, она выстраивается именно при прямолинейной технике. Когда мы им прямой, когда боковой, там, конечно, подключаются мышцы все, которые держатся, стабилизируют конструкцию. Вот, и поэтому здесь самый главный показатель. Чем вы меньше затратили физических сил, но добили макевару до конца, тем эффективнее ваш прием. Значит, вы идеально выстроили свою конструкцию. Я, как я еще раз говорю, что когда руки расслаблены и вы спокойны, тогда всяких рук добиваете, не напрягаясь, значит, вы работаете правильно. Противник, вы должны бить так, чтобы не чувствовать, что вы забиваете силой. Силой, это значит, вы себе мешаете. Вот когда человек думает, я бью сильно, потому что делаю удар. Он уже сам себе мешает, он уже напряг. И антагонисты, которые должны будут работать, и их антагонисты. Он затрачивает огромную силу, чтобы нанести удар, сам себе мешая. Ему кажется, что он бьет очень сильно, потому что он же очень сильно напрягся. А в итоге он просто ничего не делает. Он просто сам себе мешает бить. Человек, который себе не мешает бить, он вообще не напрягается. Вот, смотрите, и он носит удар без напряжения. Без напряжения, без всякого, абсолютно. Потому что у него все в одну сторону работает. Так, поехали на выходе работать. Продолжение следует...